давай короче был такой прикол ну вот история к тому что парни которых есть возможность назовем так финансовую возможность да то есть они возят допустим девушку с которой недавно познакомились они не могут идти к ней с ней к сексу да но не знают как то есть они за ней ухаживают и они думают дай-ка я свожу с собой куда-нибудь в таиланд в турцию не знаю вот и короче они везут за свой счет и естественно они думают что ну там то блять она из благодарности там или из чувства долга из чувства обязанности она обязательно мне даст сама на меня залезет но ребят ни хера не так есть даже вот у нас с Ильей есть два примера того что нифига не так короче как было у меня в Вьетнаме я познакомился там с девушкой причем когда мы прилетели туда в аэропорт я смотрю на меня косится какая-то такая ну одна из прикольных девок которые там были я на нее смотрю я смотрю она там короче с двумя чуваками еще с одной подругой я думаю ну типа два парня и две девушки они вместе вот и так получилось волей судеб что она жила в соседнем отеле у нас был общий пляж я с ней познакомился подошел и говорит так а где там твой чувак она говорит типа эту ну это просто мой друг как она его назвала то есть он типа за мной ухаживает там все такое но я ему пока не дают вот этот чувак типа привез меня сюда я говорю а у вас там как бы секс-то был уже она говорит нет как так мы спим в одной кровати да но он ко мне не пристает но она так сказала стиву я соответственно чая шлюха что я женщина да я к нему соответственно сама не буду приставать вот и в итоге короче как-то она потерялась то есть она как я с чуваком все равно мы не могу если у меня сейчас палец с тобой да то все равно будет неприятно неудобно и короче ну я все равно там оставил телефон то есть через пару дней она звонит и она говорит там чё делаешь на давай словом сюда давай словись когда мы словились она сказала такой стороны как тепло я ему по-прежнему как бы ничего не давала ничего хотя чувак в принципе не просил да и как бы чувак на меня обиделся да и уехал вот со своим другом и с ее подругой то есть они втроем уехали на какую-то двухдневную экскурсию я думал ништяк короче в итоге ну в общем у нас там был секс все было классно и чем кончилось но мы потом еще общались пару раз и в москве она рассказывала мне то что когда они после этого они с него очень практически не разговаривают там все ели с этим парнем когда он приехал с экскурсии и типа в самолете он ей все высказано это слово о том что есть такие стремные парни которые считают что вот как бы ну если не случился секс на отдыхе то виновата женщина всегда виновата женщина то есть виноват ты чувак то есть они женщины даже по той причине что как бы ты должен проявлять инициативу если ты слышишь и боишься что там откажут хотя чего тут отказывать море песок солнце пляж там романтика значит ты виноват и он ей все высказал что вот там у нас с тобой не было секса ты такая там дура плохая там потом отдавай свои мои игрушки назад там ты как-то то всякая такая на тебя потратил бабки вот и короче у тебя в жопу она мне потом еще показывал переписку с ним то есть чего не там писал вот там такие забавные вещи в стиле так вот я там или что потом я такой секой там хороший вот тебя привез а ты мне там по логике девушка должна была обязана ему дать чувак если ты считаешь так же как тот парень да ты я тебе советую так на бумажке прописывай заранее то есть я везу тебя туда-туда-туда юридическим языком пожалуй надо так ты обязана там заняться со мной там соити один раз анально это выходе баса ральдов еще как перорально перорально дать его где-то никому ничем не обязан прикол в том что да вот девушка приехал с парнем а секса у нее был со мной они с этим парнем как бы то что ты ее куда-то повез это совершенно не показатель вот у меня была такая история сейчас дай камеру сейчас илья расскажет илья расскажет тебе привет свое видение свое истории в дополнение к речи владимира мэшина была ситуация такая я прилетел с отдыха пришел ожидание вот арицепрессо там в общем улица как открытый козырек и значит я сижу на лавочке сел к какому-то парню он был такой достаточно грустный он сидит такой пригруженный к нему подходит девушка но я так понял это его девушка сел рядом с ним как-то его приобняла говорит там ну что такое грустно давайте все клево мы дома наконец-то а он ей говорит блин говорит да конечно тебе весело я посмотрел на тебя если бы ты потратила 200 тысяч на отдых илюша сразу понял все дела я сразу я сразу настрил души короче слушаю и значит он я он ей говорит предъявляет претензии а почему так со мной на отдыхе такой не было почему ты меня не обнимала постоянно отстранялась от меня это уходила куда-то я ведь хотел там нежности и ласки от тебя ты постоянно там не знаю тусила там с кем-то с чуваками кем-то гулял я в общем начал ей предъявлять именно в момент в том когда они уже прилетели и мне просто хотелось дико вот встать и объяснить его слушай чувак вот ты сам просто виноват какого хера ты не сказал и на отдыхе в общем это дополнение к истории владимира на самом деле все зависит от вас если себя ни во что не вставить трассе не знаю вливать кучу денег там на девушку потом окажется что она там приспала с кем другим говорит что на шлюха на самом деле но виновата виноват реально чего-то открыть чего потому что он сам себе оперных не разрешил даять порту пару слов скажем ты смотри по сути дела как бы но я вот тебе советую как то есть я советую тебе сначала заняться там девушка здесь да на сквей не знает где-то там живешь там простой в саратове неважно вот а потом уже брать ее с собой поездку ну тогда будет все по-честному и опять же я всегда это говорил на своих живых тренингах да то есть не буду это говорить что вся ответственность должна быть только на тебе и твоих денег там твоих плеваний бьет он в частности поездок этого нифига недостаточно ты можешь продолжать быть дрочером и многие принципе так и живут тратят кучу денег дарит кучу цветов а потом эта девушка приезжает ко мне допустим у нас есть секс я спрашиваю ну чё там всем парнем который тебе цветы подарил она говорит а пусть он немножко еще побегает как бы я из тысячи примеров когда мужики там дарили своим девкам шубы там одной девки мерседес подарил чего и потом он не предложил как бы хотя секс еще не было предложил выйти за себя замуж но она ему отказал они пытаются купить секс а потом говорят что девушка дырява и так далее на самом деле лучше всегда дарить той девушки с которой у тебя уже были какие-то отношения и уже потом только из-за того что ты хочешь ей это сделать мужская логика настолько тупая то есть говорят есть женская вернее нет женского мужика тоже нет логики то есть ему дала сразу как он говорит значит нашлю если девушка не не дала значит она там тварь дурой там офигевшая тварь почему она мне не дала чувак то есть еще раз то есть нет женщин доступных и недоступных есть все мужчины раз если ты олень по жизни да то есть я надеюсь ты мужчина который сейчас смотрит меня с той стороны экрана не являешься таким то есть если ты олень по жизни то ты можешь его не знаю там международное путешествие отправить вместе с собой это совершенно не гарантирует тебе что у тебя с этой девушкой будет секс вот собственно все